Russian Television Network of America представляет Gazarch News Информация к размышлению Здравствуйте, друзья! В эфире Gazarch News. Информация к размышлению. В студии с вами Игорь Газарх. Уже в ближайшее воскресенье Израиль обязан отменить все количественные ограничения на въезд граждан в страну. Такой вердикт вынес сегодня Верховный суд Израиля в ответ на петицию, поданную накануне влиятельной израильской правозащитной организацией «Движение за качество власти». На заключительном сегодняшнем заседании судьи решили, что ограничение въезда в Израиль тремя тысячами граждан в день, как и ограничение на выезд, не является законным. И постановили, что меры эти не могут быть продлены после ближайшего воскресенья, когда истечет срок действия этих ограничений. Они наносят ущерб законному праву граждан на въезд в свою страну и выезд из нее, являющимся неотъемлемой частью жизни в демократическом обществе, сказанной в вердикте. Судьи указали также, что Израиль – единственное демократическое государство, ограничившее базисное право возвращения на родину. Богатц призвал правительство заново взвесить угрозы на фоне массовой вакцинации в Израиле и отдать предпочтение выезду и въезду граждан в центр жизни, для которых находится в Израиле. Ранее власти объясняли ограничения опасностью проникновения в Израиль различных штаммов коронавируса, ввиду отсутствия эффективного домашнего карантина. Однако и этот довод сегодня потерял силу. После принятия к Нессетам закона, регламентирующего изоляцию, отныне те, кто по прилету хочет отбывать двухнедельный карантин дома, должны для начала сдать тест в аэропорту, который покажет отрицательный результат, а затем добровольно согласиться на установку аппликации в смартфон или на ношение электронного браслета. В противном случае гражданин будет направлен в коронавирусный отель. Напомню также, что накануне Кабинет министров отменил все географические ограничения на авиасообщение. Израильское небо теперь открыто для рейсов из любых стран и аэропортов мира. Президент Израиля и начальник генштаба израильской армии продолжают трехдневный тур по европейским странам. Перед началом расследования Международным уголовным судом в Гааге действий Израиля на так называемых оккупированных территориях. Реувен Ривлен и Авив Кохави предпринимают явно тщетные попытки перетянуть европейцев на свою сторону. Как бы то ни было, впереди Австрия и Франция, а пока дуэт визитеров встретился с президентом Германии Вальтером Штайнмайером. Реувлен рассказал ему о выстроенном плацдарме против Израиля, который создает Иран в Сирии, а Хизбалла в Ливане. И о пренебрежении так называемым мировым сообществом этими фактами. Глава израильского генштаба сделал упор на грядущем гаагском расследовании против Израиля. Для начала он поклялся, что армия обороны Израиля делает все, чтобы не пострадали невинные люди. В то время как враги Израиля нацеливают свои атаки именно на мирное население. И попросил Штайнмайера поддержать Израиль. «Ваша армия может попасть в такое положение в любой точке мира», – увещевал германского президента, израильский генерал. После чего предложил суду в Гааге трезво оценить новую реальность. В ответ Вальтер Штайнмайер повторил выработанную давно европейцами позицию. «Только два государства для двух народов будут способствовать безопасности Израиля, а Иран не должен производить ядерное оружие. Мы являемся партнерами Израиля в его стремлении помешать Ирану получить ядерное оружие. Политика максимального давления администрации Трампа не решила проблему и только лишь укрепила позиции Ирана», – подытожил главный немецкий либерал. «Предвыборная кампания в Израиле входит в решающую стадию. И сегодня стало известно, что израильских избирателей может ждать большой и неожиданный сюрприз – теледебаты между лидерами двух крупнейших партий. Лидер Еш-Атид Яйр-Лапид призвал Бениамина Натаньягу провести с ним теледебаты. И накануне поздно вечером глава правительства неожиданно дал на это свое согласие. Натаньягу добавил, что остается только договориться о ведущем теледебаты. Скорее всего, им станет журналист 20-го канала «Израильского ТВ» Эр-Эль Сигаль. Политические обозреватели, между тем, отмечают, что Натаньягу не увязал проведение теледебатов с признанием Яйра Лапида своим основным оппонентом от лагеря оппозиции на пост премьер-министра. Неделю назад лидер Ликуда сказал, что готов рассмотреть возможность проведения теледебатов с Лапидом в тот момент, когда он решит прекратить прятаться за Нафтали Беннетом и Гидеоном Сааром. И прямо скажет о намерении стать премьер-министром. Теперь их теледебаты могут стать решающим событием избирательной кампании и перетянуть на ту или иную сторону часть электората. Ситуации, когда каждый мандат сейчас может стать решающим. Отмечу, что в 1996 году дебаты с Шимоном Пересом сделали Натаньягу премьер-министром. Он победил тогда с мизерным перевесом и на дебатах выглядел более убедительным и привлекательным, чем пожилой Перес. Но уже в 1999 году чаша весов склонилась к оппозиции. Именно после катастрофических для Натаньягу дебатов с генералом Ицхаком Мордыхаем. Натаньягу думал, что легко переиграет необученного риторики вояку. Но именно тупо прямолинейные вопросы генерала привели Натаньягу в замешательство. А если быть точным, крылатая генеральская фраза «посмотри мне в глаза, Биби». На прошлых выборах Натаньягу вызвал на дебаты бениганца, рассчитывая легко уложить слегка косноязычного лидера Кахоль Лаван. Но тот мудро отказался. В свою очередь Яэр Лапид, опытный журналист и телеведущий со стажем, а также сын именитого израильского журналиста-ветерана, ныне покойного Томми Лапида, явно не станет легкой добычей для премьер-министра Натаньягу. Тем временем опрос, проведенный ровно за неделю до выборов, регистрирует усиление Ликуда за счет его противников. Партия Натаньягу получает сегодня 30 парламентских кресел, тогда как Еш-Ати падает до 18, Тиква Хадаша, Гидеона Саара и Ямина Нафтали Беннета получают по 10 парламентских мандатов каждое. В союзнике Ликуда партии ШАС и Евреиста Торы получают 8,7 мандатов соответственно, а блок религиозных сионистов 4 мандата. Вместе с Яминой у право-религиозного лагеря получается 59 мандатов, им не хватает двух, до заветного количества 61, позволяющие сформировать правительство и коалицию. У левого лагеря тоже мало шансов, даже если к ним примкнет Ямина, у них также образуется ровно 59 мандатов. И то учитывая, что каким-то образом удастся усадить за один стол Нафтали Беннета и леваков из партии Мерет. Подключение же арабского блока «Единый список» с их 8 мандатами также не представляет левым альтернативы. У Натаньягу появится дополнительный шанс, если маленькие левые партии Кахол Лаван, Мерет, а также арабская РААМ не преодолеют электоральный барьер. У каждой из них сейчас по 4 мандатов. Если же РААМ пройдет в Кнессе, то станет ключевой партией. Именно от нее будет зависеть создание как правой, так и левой коалиции. Отмечу, что с крайне правым лагерем Мансуру Аббасу, лидеру арабской РААМ, будет очень трудно поладить, хотя раньше он и заигрывал с Натаньягом. Снижение заболеваемости и снятие значительной части ограничений в стране явно играет на руку у Мениамина Натаньягу. Его граждане называют более подходящим на пост премьера уже на 2% больше, чем в прошлый раз, а именно 37% опрошенных израильтян. Яйр Лапид на втором месте, 21%. Число довольных работой правительства во время пандемии в области здравоохранения теперь увеличилось с 44 до 57%, в области экономики с 30 до 36%. Также, согласно опросам, пойдут голосовать за левоцентрический лагерь 65% опрошенных израильтян, за правок 64%. Именно этот 1% разницы может стать решающим в ситуации полного равновесия между лагерями. Источники в политической системе сообщают СМИ, что ответ на вопрос о том, кто будет следующим президентом государства Израиль, вращаются вокруг вопроса о том, будет ли реализована политическая сделка в ходе предстоящих коалиционных переговоров. Если премьер Натаниагу не наберет 61 мандат, тем самым гарантируя себе не только право сформировать правительство, но и неприкосновенность судебную, он может обратиться к кандидатам в президенты, предложив им поддержку своего политического блока в обмен на предоставление амнистии. Чтобы обеспечить голосование блока дружественных партий, Натаниагу потребует в коалиционном соглашении, чтобы партийные лидеры проголосовали на президентских выборах в соответствии с общей позицией коалиции. На деле это будет означать голосование в соответствии с позицией самого Натаниагу. То есть согласно сделке, которую он заключит с тем кандидатом, который пообещает ему амнистию. Выборы 11-го президента Израиля состоятся в период с апреля по июль этого года. Точная дата будет определена следующим к Нессетам. А срок полномочий нынешнего президента Израиля Реубена Ривлина истекает 5 июля. Тем временем накануне министр здравоохранения Юлий Эдельштейн заявил, что все же не станет баллотироваться на должность президента, так как у него сейчас другие роли и цели. Бог дал мне должность министра здравоохранения, и это огромная честь и привилегия, заявил Эдельштейн. С другой стороны, на высший государственный пост претендует и нынешний председатель еврейского агентства Сухнут Ицхак Герцог, пользующийся широкой поддержкой и у арабов, и у ультраортодоксов, и у левых. Впрочем, он не портит свои отношения и с правами. Ожидается также, что лауреат премии Израиля, знаменитый певец и композитор Йорам Гаон, близкий к премьер-министру, и лауреат премии Израиля Мирьям Перец также будут баллотироваться в президенты Израиля. На сегодня это все. Я прощаюсь с вами. Всего вам доброго и до завтра. До свидания. Субтитры подогнал «Симон»